Всем привет! В этом видео я расскажу о настройке безопасности Wi-Fi роутера. Как обезопасить Wi-Fi сеть от несанкционированного доступа к ней сторонних лиц. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Многие пользователи пренебрегают рекомендациями настройки безопасности своей сети, мотивируя это тем, что мало кому может быть интересна их сеть и что злоумышленникам в ней делать точно нечего. Но все это является ложным предубеждением, потому что настройка защиты может уберечь вас от кражи персональных данных и от случайных действий пользователей сети, которые из любопытства могут что-то поменять в настройках, чем нарушить ее нормальную работу и оставить вас без интернета. Поэтому мы рекомендуем вам все же проверить настройки безопасности сети. Я покажу, как настроить безопасность роутера на примере TP-Link AC750, модель Archer C20. Почти все роутеры имеют одинаковые функции, поэтому данная инструкция подойдет и для других устройств. Может отличаться только меню настроек. Для простых пользователей достаточно будет выполнить лишь несколько первых пунктов. Изменить имя и пароль для доступа и настройкам роутера. Пароль Wi-Fi и отключить VPS. Защита роутера паролем. Первое, что нужно сделать, это изменить стандартный пароль для доступа к настройкам роутера. Пароль защитит вас от несанкционированного доступа к роутеру посторонних. После смены пароля никто сторонний не сможет изменить настройки вашей сети и подключиться к интернету. Чтобы изменить имя и пароль доступа к настройкам роутера, нужно подключиться к данному устройству по Wi-Fi или через сетевой кабель. А затем в окне браузера ввести его сетевой адрес. Сетевой адрес маршрутизатора указан на нижней его части на наклейке 192.168.1.1 или 192.168.0.1 и тому подобное. Затем в этом окне нужно ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию это админ и админ. Если вы все указали правильно, то на экране появится меню настроек роутера. Перейдите во вкладку «Системные инструменты» и найдите пункт «Пароль». Здесь вам нужно будет указать предыдущее имя пользователя и пароль. А после ввести новые и нажать клавишу «Сохранить». Вот и все. Пароль для доступа к роутеру изменен. Первый пункт по настройке безопасности выполнен. Установка пароля Wi-Fi. Второй главный момент настройки – установить пароль для доступа к вашей Wi-Fi-сети. Это обезопасит вас от подключения к сети Wi-Fi сторонних пользователей. Многие пользователи считают, что это тоже не нужно и оставляют сеть открытой. Но подключившись к вашей сети, другой пользователь может накачать торренты или играть в онлайн игры, что сильно использует трафик и будет грузить ваш роутер. А он в свою очередь может глючить и подвисать, падать скорость и качество доступа к интернету. Для смены пароля переходим во вкладку «Беспроводной режим». Здесь ищем пункт «Защита беспроводного режима» и меняем пароль беспроводной сети. Пароль не должен иметь вид вроде восьми единиц или нулей, а также цифр от одного до восьми. Придумайте надежный пароль, в котором есть заглавные и строчные буквы, цифры и специальные знаки. Обязательно запишите новый пароль, чтобы запомнить, если забудете его. Детальнее о настройки Wi-Fi смотрите в другом нашем видео. Отключение функции VPS. Третье, что нужно сделать, это отключить функцию VPS. Эта функция позволяет без ввода пароля быстро подключиться к беспроводной сети. На практике функция VPS мало кто пользуется и она крайне неустойчива к взлому, поэтому рекомендуем ее отключить. Для этого перейдите во вкладку «Беспроводной режим», откройте VPS и здесь нажмите «Отключить». Скрыть имя сети. Спрячьте свою сеть от посторонних глаз. В настройках роутера есть специальная функция, которая позволяет скрывать сеть. После ее активации другие устройства перестанут видеть вашу сеть Wi-Fi. И чтобы к ней подключиться, нужно будет не только пароль, а еще и имя сети SSID. Включить эту функцию можно в настройках беспроводной сети, сняв отметку напротив «Включить», широкоформатное SSID. После чего другие устройства ее не видят, а на компьютере с Windows 10 в списке сетей вы увидите скрытую сеть. После попытки подключения вам нужно будет ввести сначала имя данной сети SSID имеется в виду, а также пароль. И если все указано верно, только после этого вы подключаетесь к ней. На телефоне ее вы вовсе не увидите. Для подключения нужно будет войти в настройки Wi-Fi и создать новую сеть. Затем указать имя, SSID и пароль. А прежде чем продолжить, хочу рассказать вам небольшой анекдотик. Геннадий Иванович, разрешите к вам обратиться как до руководителя? Петрович, давай уже без формальностей. Я знаю тебя 10 лет. Предлагаю перейти на «ты». Ну ты, Гена, и мудак. Так, переходим опять на «вы». Следующая настройка – фильтрация MAC-адресов. Что такое MAC-адрес? Это уникальный адрес устройства. Каждое устройство имеет свой MAC-адрес, использующийся для его идентификации. В настройках роутера вы можете прописать MAC-адрес устройств, которые смогут подключиться к вашей сети. При активации данной функции устройство, которое не внесено в данный список, не сможет подключиться к сети. Или же наоборот внести в этот список те устройства, которым доступ будет заблокирован. Это самая эффективная защита роутера, но подойдет она только для организаций с конкретным количеством пользователей. Так как для домашней сети при подключении новых пользователей вам придется заходить в настройки роутера и прописывать их MAC-адреса, что не очень удобно. Для активации данной опции откройте фильтрация MAC-адресов, которая находится во вкладке настроек беспроводной сети. Здесь нажмите «Включить», установите отметку напротив «Запретить доступ устройствам из списка» или «Разрешить и добавить MAC-адреса этих устройств». Обновление ПО. Еще один немаловажный момент, который следует учитывать при настройке безопасности – это установка на маршрутизатор новой прошивки. Свежая прошивка исправит ошибки и закроет разнообразные уязвимости устройства, позволяющие взломать сеть. Инструкция по прошивке вы найдете здесь же в настройках. Обновление ПО программного обеспечения обычно находится в системных инструментах. А загрузить последнюю версию прошивки вы сможете с официального сайта, который здесь и указан. Перед тем, как скачать прошивку, нужно узнать аппаратную версию роутера. Если установить прошивку другой версии, это может нанести вред устройству и привести к выходу его из строя. Версия указана снизу маршрутизатора на наклейке. Затем выберите файл и укажите путь к скачанному программному обеспечению, а затем нажмите «Обновить». После завершения процедуры обновления роутер автоматически перезагрузится. Отключение удаленного доступа к роутеру. Следующая настройка – удаленный доступ. Если у вас включен удаленный доступ к роутеру, а вы им не пользуетесь, лучше отключите его. Потому как удаленный доступ дает возможность зайти на роутер через интернет с любого другого устройства. Это значит, что любой пользователь, который знает IP-адрес вашего роутера, может зайти в его настройки. Для того чтобы отключить его, перейдите во вкладку «Защита». Удаленное управление и в строке IP укажите нали. По умолчанию эта функция отключена. Для включения общедоступного удаленного доступа IP-адрес будет иметь такой вид – 255.255.255.255. Выбор времени работы роутера. В некоторых моделях роутеров есть возможность настроить расписание его работы. К примеру, вы не пользуетесь сетью ночью и не хотите, чтобы к ней кто-то подключился в это время. Это можно сделать двумя способами – выключить роутер кнопкой или настроить расписание его работы. Для этого откройте вкладку «Контроль доступа». Перейдите к пункту «Расписание» и здесь нажмите «Добавить». В этом окне вы сможете задать дни и часы его работы. Для подтверждения расписания нажмите «Сохранить». Фильтрация по IP-адресам. В том случае, если вам нужно ограничить доступ к интернету определенным компьютерам из сети, используйте функцию ARP. Привязанная по протоколу ARP является удобной функцией для контроля доступа компьютеров, находящихся в локальной сети. Для настройки такого фильтра сперва нужно присвоить статический IP-адрес для каждого компьютера, подключенного к сети. На компьютере с Windows 10 откройте «Параметры», «Сеть» и «Интернет», «Центр управления сетями» и «Общим доступом». Кликните по вашей сети и выберите «Свойства». Затем откройте IP-версии 4. Установите отметку напротив «Использовать следующий IP» и укажите его, а также «Маску» и «Шлюз». Чтобы связать IP-адреса компьютера с определенным MAC-адресом и сделать так, чтобы другие компьютеры не использовали этот адрес, нужно активировать функцию «Привязка ARP» в настройках роутера во вкладке «Привязать IP и MAC-адресов». После этого создайте новую запись, введите MAC и IP-адрес, установите отметку «Связать» и нажмите «Сохранить». В таблице ARP вы увидите все связанные устройства. Теперь при запросе стороннего компьютера установить соединение, которое не включено в этот список, ему будет отказано в доступе. Проверка в наличии сторонних устройств в списке подключенных клиентов к роутеру. А если вы заметили ухудшение трафика интернета или подозрительную работу роутера, проверьте наличие подключения к нему сторонних устройств. А на этом, дорогие друзья, все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо вам за просмотр! Пока!